Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». Это значит, что пришло время подвести итоги этого понедельника, вспомнить самые заметные события прошедших выходных и выявить проблемы, которые волнуют рязанцев и жителей области. В этом мне помогут мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». И вот о чем мы расскажем сегодня. И снова мусор, и снова Турлатова. На территорию бывшего химволокна вновь незаконно вывозят отходы. Вырубка зеленых насаждений продолжается, а зеленый щит пока только в проекте. Нужен ли детям Дед Мороз и как он может повлиять на детскую психику? 2017 год экологии медленно, но верно подходит к концу. Однако экологических проблем меньше не становится. И вновь страдает от этого природа и жители Турлатова. Территорию бывшего предприятия «Химволокно» сегодня можно назвать рязанским тупиком. Регулярно в течение нескольких лет она неразрывно связана с мусором. Сегодня сюда снова незаконно вывозят отходы. Какие именно, сейчас выясняет природоохранная прокуратура и моя коллега Алена Куколева. Сюда, как в лучшие заведения, вход только по пропускам. Правда, за забором не элитное мероприятие, а незаконная свалка мусора. Лицо открыло ворота, грузовик заехал, ворота закрылись. Территория бывшего предприятия «Химволокно» сегодня большой полигон для отходов. Мусор сюда вывозят незаконно. Проверку инициировали прокуроры еще летом этого года. Правда, после штрафов вывоз отходов сюда продолжился. Данный земельный участок, на котором допущено незаконное размещение, относится к категории земель и населенных пунктов. Земельный участок находится в государственной собственности. Земля в свое время была сдана в аренду. Новый владелец устроил здесь свалку. Размещение отходов происходило явно не бесплатно, а бизнес в таком случае выходит весьма доходным. В день груженных мусором машин заезжает до пяти штук. Да может четыре, может пять. Только за время съемок разгружаться приехали два МАЗа. Местные сотрудники утверждают, что строительный мусор сюда привозится для утепления кубов. Бетонные емкости в нерабочем состоянии еще со времен развала бывшего химволокна. И зачем их утеплять, на этот вопрос ответа не дают. Здесь вроде как бы я слышал утепление кубов. А кто вам без денег возит? Скандально известный полигон в Турлатове. Больное место Рязани уже давно. Год назад общественность и СМИ боролись за запрет на размещение на полигоне опасных химических отходов. Уже сегодня Турлатово снова на слуху. То есть ситуация не только не движется к разрешению даже в год экологии, а с каждым новым витком выявляет беспомощность властей перед мусорной атакой. Еще обиднее, что такая беда не по всей стране. Соседние Московская, Липецкая, Нижегородская и многие другие регионы успешно контролируют движение мусора на своей территории и внедряют экологические безопасные технологии. Выходит, неразрешимых задач нет. Есть только бездействие, а также уверенность в безнаказанности. В то время как Московская область мобилизует силы для решения мусорной проблемы, в Рязани в течение нескольких лет не могут запретить вывозить мусор, каким бы он ни был на бывший завод химволокна. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сказать, что для защиты экологической ситуации сегодня не делается ничего, конечно, нельзя. Так, согласно вступившему в силу с 1 января 2017 года федеральному закону о зеленом щите, вокруг каждого города при помощи нормативного акта регионального уровня можно создать лесозащитную зону. В нашей области вопрос о создании зеленого щита подняли лишь в ноябре. Его обсудили на публичных слушаниях при общественной палате региона. Предполагается, что площадь зеленого щита должна составить 68 тысяч гектаров. В этом случае он станет одним из самых больших в стране. Ну а пока идут обсуждения, зеленые зоны региона исчезают на глазах. Подробности далее. Публичные слушания по созданию зеленого щита в федеральном законе вводятся понятия «зеленый пояс». Прошли в Доме общественных организаций Рязани и собрали членов общественной палаты, регионального правительства, городской администрации, представителей профильных министерств и ведомств, депутатов и общественников. Данный проект предполагает придание официального статуса зеленым зонам, расположенных в границах областного центра в Рязанском и Рыбновском районах. Анализ зон и подготовка документации проводилась активистами Общероссийского народного фронта, которые выступили инициаторами создания щита. Это федеральный закон, над которым рабочая группа работала в течение года. Суть его в том, чтобы придать особый защитный статус территориям, которые экологически нам важны. Какие территории важны, получается, определяет общественность. И мы провели такую огромную работу. Нас поддержало и правительство области. Прошли экспертизы в министерствах, в районах. А там попало два района – Рыбновский, Рязанский и город Рязань. И в основном все участки согласованы. А какая-то детальная проработка, она по закону еще, может быть, потом, в течение 180 дней, после того, как областная дума примет решение, будет у нас зеленый щит или нет. Проект «Зеленого щита» нашел отклик со стороны Министерства природы пользования и экологии региона, что способствовало его дальнейшему внедрению. Люди, которые провели колоссальную работу по созданию проекта, за основу брали мнение общественности и общественного совета, который был создан при Министерстве природы пользования. Основная работа сделана общественностью и правительством области. Она закончена. Остались штрихи и осталось принятие закона. Время на это, в принципе, у Думы по закону есть, но хотелось бы, чтобы это возникло до Нового года. 17-й год – год экологии, и всем рязанцам было бы не просто интересно, а крайне важно получить такого рода бодозащитную среду. Закон трудный в исполнении, поскольку затрагивает интересы многих хозяйств. Несмотря на это, группа, работавшая над проектом, нашла оптимальный вариант. Связующим звеном всей экологической системы Рязани является АКА с ее притоками, а вражно-балочной сетью. Поэтому в «Зеленый пояс» включили участки не только лесов и лесопарков, но также пойменные объекты и ландшафтные образования. В итоге получилось 1309 участков общей площадью 68 тысяч гектаров. Особо подчеркивается, что после принятия закона изменения границ «Зеленого пояса», которое повлечет уменьшение площади, не допускается. Предусматривается лишь увеличение. Между тем, пока еще закон не принят, «Зеленые насаждения» не увеличиваются, а только исчезают на глазах. В частности, появилось сообщение о том, что вырублены лесные массивы. На сайте Минприроды появилась информация, что в Рязанской области незаконно вырубили леса на 2,6 миллионов рублей. Сотрудники Первомайского, Сасовского, Кораблинского, Касимовского лесничеств выявили шесть случаев незаконной рубки лесных насаждений, в том числе случаев повреждения лесных насаждений до степени прекращения роста. Объем поврежденной древесины более 50 кубометров. Не лучшей ситуации и в областном центре бьют тревогу жители улиц Старая Дубрава. Мощные древние дубы вырезаны без жалости, без согласования с местными жителями. То же самое происходит с Каштановой аллеей в районе Московского шоссе. Зачем вырезают насаждения и что планируется на их месте – вопрос к местным властям. Мы задали его в официальном запросе и будем ждать ответа. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О ситуации, которая сложилась в общежитии на улице Гоголя, 7А, журналисты нашей телекомпании уже рассказывали. Напомним, жители первого этажа постоянно затапливали соседи сверху. Однако причиной этого была отнюдь не халатность жильцов, а трубы, которые сильно прогнили за долгое время эксплуатации. На сегодняшний день ситуация получила развитие. Продолжит Валерий Седов. Здание общежития на улице Гоголя, 7А, больше полувека. И состояние его соответствует возрасту. Внутренние стены и потолки украшают трещины. А в некоторых помещениях потолок буквально провисает. И виной всему старые трубы. По словам жильцов, именно из-за них уже больше года происходит затопление. Однако ЖЭО на жалобы не реагирует. Жильцы дома слышат только постоянно отговорки, что капитальный ремонт труб – это не их дело. Даже добиваться того, чтобы в общежитии пришли слесари для текущего ремонта, пришлось почти месяц. Я ходила в ЖЭО четыре раза за неделю. Просила у них, чтобы они дали нам мастеров. На что они сказали, что они не обязаны делать это места общего пользования. Потом диспетчер мне сказал, что эта услуга будет платной, чтобы нам сделать все трубы. Я сказала, покажите мне бумагу, где написано, что это платно. Они мне не дали эту бумагу. Потом я добилась, чтобы пришли ко мне мастера. Но они пришли ночью и в неадекватном состоянии. Сказали то, что они как освободятся, так придут. У них много заказов. И я предположила, говорю, через три месяца вы можете прийти. Они говорят, да, мы можем и через три месяца прийти. Наша съемочная группа сама попробовала поговорить с директором управляющей компании. Мужчина оставил свой номер телефона. Вот только предполагаемую встречу он постоянно переносит с одного дня на другой. Почти за полторы недели у него так и не нашлось пары минут, чтобы хоть как-то прокомментировать сложившуюся ситуацию. Обговорим вот просто про этот дом, про эту ситуацию. Почему не делается? Созвонимся и обговоримся. Да давайте сейчас, как бы мы вот уже созвонились, давайте сейчас обговорим. Извините, пожалуйста. До свидания. По словам специалистов, подобная ситуация в городе не редкость. Как и управляющие компании, которые лишь недоуменно разводят руками. Многие не знают, что в сфере оказания коммунальных услуг и по содержанию квартирных домов действуют правила по содержанию жилого фонда. Они утверждены в 2003 году, где указано, какие виды работы относятся к текущему ремонту, какие к капитальному ремонту, что должен делать потребитель коммунальных услуг, а что должен делать исполнитель за деньги. И периодичность того, за что мы платим деньги. В том числе, это профилактическая работа по выявлению аварийных ситуаций, предупреждение аварийных ситуаций. За это мы заплатили. Что примечательно в этой ситуации, хоть ЖЭО отказывается сделать полный ремонт, от сборов средств жителей общежития они не отказываются. В такой ситуации выход очень простой. Начинать требования оформлять в письменном виде. Для начала оценка ущерба и предъявление соответствующих требований той организации, на балансе которой находится инженерная коммуникация всего дома, за которые с этих людей берут деньги. По словам специалиста, надежды на то, что ЖЭО исправит ситуацию, становится все меньше. Теперь уже дело в руках самих людей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, Юлия Пятницкого. Телекомпания «Город». 3 декабря во многих странах, в том числе и в России, отмечался Международный день инвалидов. Сегодня их принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако уже не раз мы убеждались в том, что возможности их безграничны. Они успешно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. Они танцуют и поют. Они создают своими руками настоящие шедевры. В понедельник, 4 декабря, в Рязани прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Дорогу и добра». С его участниками познакомилась Галина Ершова. Алла Кулинкова получила инвалидность в 46 лет, но это не мешает ей вести активный образ жизни. За 12 лет женщина перенесла 7 операций и 3 курса облучения. Однако, несмотря на тяжелую борьбу с онкологией, она занимается в бухгалтерии общества инвалидов и возглавляет контрольно-ревизионную комиссию областной организации. Я считаю, что все хорошо, потому что я могу радоваться, я могу служить, я могу работать, я могу отдавать то, что я имею. И я благодарна Богу, что Он дает эти силы и вкладывает в сердце любовь и понимание этих людей. 4 декабря они собрались вместе, чтобы отметить объединяющий праздник – Международный день инвалидов. Со сцены звучат слова благодарности активистам рязанского отделения, которые могут организовать не только себя, но и других. Ведь только в советском районе города Рязани насчитывается более полутора тысяч человек. Среди них 107 детей. Здоровья вам, прежде всего, здоровья. Счастье. Исполнение всех ваших желаний. И пусть на дань всегда будет голубое небо. Депутаты городской областной думы вручают активным членам общества инвалидов благодарности и памятные подарки, а также радуют приятной новостью. Ранее говорилось, что число льготных поездок для людей с ограниченными возможностями здоровья сократят до 40 в месяц, что стало бы для них настоящей проблемой. Если надо ехать науковой, надо ехать в поликлинику, как-то у нас все с пересадками получается. И потом в общество. Мы выписываем очень много газет, мы очень много ходим в театры, и люди были бы от этого дела просто отстранены. На свой счет, понимаете, 23 рубля туда-сюда – это очень дорогая поездка. Однако по решению городской думы с 1 января 2018 года число поездок по льготному проездному останется безлимитным. Это коснется не только лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и всех пенсионеров. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Не обошли стороной Международный день инвалидов и сотрудники госавтоинспекции. В его преддверии совместно с учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 26 они провели акцию «Внимание! Слепые пешеходы». В ходе мероприятия дети спецшколы вручали водителям листовки собственного сочинения с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым пешеходам, особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Также ребята дарили водителям сделанные своими руками брелоки из бисера «Человек с белой тростью». Таким образом, организаторы акции хотели напомнить водителям и обществу в целом о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. К словам и призывам учащихся водители относились с большим пониманием и в ответ обещали быть более внимательными при проезде участков дорог, где стоят соответствующие знаки. Новогодний скандал в самом начале календарной зимы разгорелся в российских регионах. В нескольких городах, по сообщениям СМИ, было запрещено приглашать Дедов Морозов на детские утренники. Этот шаг объяснили разными мотивами – от советов психологов до борьбы с коррупцией. Как настроены к Деду Морозу в Рязани, пыталась разобраться Алена Куколева. Серьезные обвинения звучат в эти дни в адрес главного волшебника страны. Выгнать с утренника – такой приговор вынесли Деду Морозу сразу в нескольких городах. Дедушка, что же делать? Хотят запретить. Ну что я могу сказать? Дурные, дурные вести пришли к нам, друзья мои. Появились люди, которые говорят о том, что Дедушка Мороз плохо влияет на психику детей, пугает их. Да, видимо, когда-то в детстве я испугал этих маленьких детишек, когда они еще были совсем маленькими. Сейчас они выросли чиновниками и вспоминают это. А скорее всего, просто я к ним не приходил, потому что неплохо себя вели. Претензии к Деду Морозу объясняют поборами с родителями и якобы советами психологов. Большой бородатый с красным носом и громкоголосый может напугать ребенка. Лишить малыша волшебства – проблема гораздо серьезнее. Такого мнения рязанские специалисты. Дед Мороз – это российский архетип, не только российский, тем более, которым никогда никого, в отличие от скандинавских стран, никого никогда не пугали. Это что-то очень положительное, это что-то очень хорошее, что исполнит какие-то желания, и люди ждут, даже взрослые ждут. Я поэтому считаю, что лишать ребенка нормального, хорошего Деда Мороза, здорового, позитивного и трезвого, я думаю, совершенно никакой необходимости в этом нет. От Деда Мороза отказались в прошлом году на Украине. Там его и вовсе признали московским агентом. Но то политические причины от дома Дед Мороз себя персоной Нонграда чувствовать не хочет. В прошлом году на Украине у наших соседей решили отменить Дедушку Мороза. Во многих областях. Что произошло? Вместо Деда Мороза стал появляться Санта-Клаус. Что происходит у нас в магазинах? Посмотрите, новогодняя атрибутика. Всякие носочки, чулочки, валенки. Это же атрибутика Санта-Клауса. Костюмы в основном тоже висят детские Санта-Клауса. И так уже происходит замена нашего родного русского на иностранные. В городах, где уже запретили Деда Мороза, предлагают альтернативу. В детских садах на утренниках быть волшебником самим воспитателем. Но не учитывая, что такой маскарад может нанести травму ребенку. При этом должен иметь при себе паспорт, медицинскую книгу и справку об отсутствии судимостей. Вопрос уже гражданской позиции, ответственности. Если Дед Мороз знает, что он болеет, этот Дед Мороз не должен выходить на работу, тем более там заражать детишек. Если он чувствует, что он температуру, что он простудился, это уже не Дед Мороз, это Дед Огонь. То есть ему не надо никуда идти. Между тем, оставить место Деду Морозу лишь на страницах книжек, как предлагают некоторые чиновники, может обернуться настоящей угрозой всей русской культуре. Если дети не будут верить в Деда Мороза, вырастут вот эти дети, которые будут воспитаны на западной культуре. Следующее, что они сделают, они могут стать такими же чиновниками и запретить сказки, уже русские народные сказки. Они не думают, эти люди, которые придумывают вот такие законы, что они разрушают нашу русскую культуру. Для детей, возможно, это и есть самое главное, чтобы Дед Мороз был настоящим. Ведь неофициальные чеки, ни медкнижки не гарантируют того, что именно этот волшебник сможет подарить детям настоящий праздник. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Способов организовать детский праздник великое множество. Кинотеатры, кафе или поход на аттракционы этим, пожалуй, уже не удивишь. Детям намного интереснее провести время активно. Получится это сделать только в одном месте – в спортивном комплексе «Нити-арена». Эта разновидность футбола называется «бампербол». Мало где увидишь такой необычный вид спорта. Дети бегают в больших шарах и пытаются забить гол команде противника. К тому же, где, как ни здесь, можно не только мяч погонять, но и сделать пару сальто. Тут и упасть не страшно. Такое развлечение в спортивном комплексе «Нити-арена» не единственное. Мы проводим нерв-сражения, проводим бампербол, это футбол-шарах. Арчеритак – это аналог пейнтбола, но играется с луками и стрелами с мягкими наконечниками. Также есть возможность поиграть в футбол, во флорбол, хоккей на траве. Также в спортивном комплексе «Нити-арена» есть и банкетная зона, где можно посидеть за столом и вкусно отметить детский праздник. Организовать торжество можно в любой день недели. Конечно же, особой популярностью пользуются выходные. Продолжительность праздника варьируется от двух до трех с половиной часов. Ценовую категорию тоже постарались сделать максимально доступной для всех. То есть цена детского праздника варьируется в районе от шести до восьми с половиной тысяч рублей. По времени это два-три с половиной часа, в которые включен аниматор, тренер-инструктор, весь инвентарь и банкетная зона для детей и их родителей. Возможность провести детский праздник спортивной направленности появилась в нашем городе совсем недавно. Всего два месяца назад. И организовать его можно только здесь, в спортивном комплексе «Нити-арена». Эта услуга уже пользуется большим спросом. И нам объяснили, почему. Спортивных детских праздников в городе до этого еще не было. То есть у нас первое такое развлечение в городе Рязани. Вот оно необычное. Вот оно первое. Всем пока нравится, все ходят с удовольствием заниматься. Сейчас на площадке для игры в нерф дети штурмуют замок. Это одиннадцатый день рождения Вадима. И он ни разу не пожалел, что посетил это место. Мне очень нравится. И здесь классно. Можно кататься на гироскутерах, играть в нерф, в сражения и играть в вампербол. Дети успевают освоить весь спортивный инвентарь очень быстро. В отличие от взрослых, они буквально за минуту научились стоять и кататься на гироскутерах. Да так виртуозно, что уже делают фигуры высшего пилотажа. В восторге от такого мероприятия не только дети. Родители относятся очень положительно, потому что родителям нравится то, что дети играют в подвижные игры. Помимо того, что есть возможность посидеть за столом, у них есть возможность еще подвигаться. Опытные инструкторы обучают детей пользоваться каждым предметом спортивного инвентаря, а также не дадут им заскучать. Помимо детских праздников в спортивном комплексе Нити-Арена функционирует и детско-юношеская футбольная школа, в которую идет набор детей от 4 до 12 лет. В нашем спортивном комплексе созданы великолепные условия. Лежат зеленые футбольные искусственные поля, на которых проходят детские праздники. Приходите к нам, можно по-спортивному, весело, интересно провести детский день рождения, школьный праздник, либо какое-то другое мероприятие с пользой для здоровья, интересно и весело. Приходите, мы вас ждем. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин